На календаре начало марта в Тверской области готовятся к наступлению пожароопасного периода. Подготовка ведется по нескольким направлениям. В этом году обеспечивать пожарную безопасность в Верхневолжье будут около 2000 сотрудников разных ведомств и более 1000 единиц техники. Об этом сообщили во время очередного заседания регионального правительства. О том, как еще власти планируют предотвратить природные возгорания, расскажет наш корреспондент. Обычно с наступлением теплого времени года природные пожары для населения региона – угроза циклического характера, поэтому подготовка к нему начинается заблаговременно. В планах до 10 апреля завершить все организационные работы по предупреждению и ликвидации возгораний. В частности, это создание новых и расчистка существующих минерализированных полос в лесах, приведение опашки и мониторинг состояния пожарных водоемов, обеспечение противопожарной безопасности загородных оздоровительных лагерей, населенных пунктов, находящихся в зоне риска. Силена группировка сил и средств, получили новую технику для пожаротушения, будет продолжена работа по обводнению торфянников, ну и, конечно, сезонное укрепление кадрового численности персонала, которая должна у нас существенно вырасти, ориентировочно в 4 раза, это порядка 80 человек, которые будут дополнительно привлечены для патрулирования, авиапатрулирования и технического патрулирования территории. Проверять ситуацию в лесах будут при помощи видеокамер, установленных на вышках сотовой связи, беспилотников и спутниковых систем. Кроме того, организована система космического мониторинга лесов на территории Верхней Волжья совместно с Роскосмосом. Также в случае возникновения чрезвычайных ситуаций помощь региону готова оказать Федеральная авиалесоохрана. Готовы выделить наших специалистов, которые у нас базируются в республике Мориэл, в городе Яшкарала. Мы периодически участвуем в тушении лесных пожаров в Тверской области, в частности, в 2010 и 2014 годах, когда здесь было много пожаров, мы участвовали, помогали тушить лесные пожары и дальше мы готовы, также об этом я заявил. Последние годы ситуация с природными пожарами в Тверской области находится под особым контролем. При подготовке к пожароопасному периоду отдельное внимание уделяют муниципалитетам с повышенным риском возникновения возгораний в лесах. К слову, по предварительным прогнозам синоптиков, в этом году надеяться на жаркое лето не стоит. Будем надеяться, что у нас вообще-то средняя солнечная температура саможаркого месяца июля у нас 18 градусов, это очень большая величина. В общем-то, и будем надеяться, если даже у нас будет нормальное лето, оно будет всё равно тёплым, не жарким. Во время заседания также отметили, что несмотря на заблаговременную готовность к пожарам, сами граждане должны быть бдительны и понимать опасность возникновения возгораний. Для этого в весенне-летний период планируется проведение профилактических работ с жителями региона по недопущению палов сухой травы и соблюдению мер противопожарной безопасности во время отдыха на природе и при посещении лесов.